19 июня поздно вечером на улице Индустриальной в 300 метрах от дома номер один водитель автомашины Рено Дастер наехал на Лося. Водитель не пострадал. В отношении него был составлен административный материал, так как мужчина управлял автомобилем без полиса ОСАГО. ОГИБДД города Саров напоминает водителям о том, что необходимо соблюдать скоростной режим. Это нужно делать также в лесистой местности. Если установлены знаки ограничения скорости, нужно им следовать. В связи с тем, что в данной местности могут на дорогу выбежать неожиданные дикие животные. Также хочется напомнить, что наезд на животные – это не только дикое животное, но и также домашнее. То есть, например, кошка, собака, курица – это все является наездом на животные. И, соответственно, при таком дорожно-транспортном происшествии необходимо соблюдать определенные требования, то есть вызвать сотрудников ГАИ и задокументировать данные обстоятельства. За сбитых животных на водителя может быть наложен штраф. В приказе Минприроды перечислены животные и сумма компенсации, которую должен заплатить виновник. Если вы сбили лося, нельзя подходить к нему близко, а также забирать тушу животного с собой. И это уже преступление, так как нарушаются два закона. Водитель покидает место происшествия и в придачу становится браконьером. Чтобы не платить за сбитого лося самому, у водителя должен быть действующий полис ОСАГО. На прошлой неделе было зарегистрировано пять ДТП с материальным ущербом. Из них четыре ДТП – это наезд в настоящее транспортное средство. В одном из случаев водитель двигался задним ходом, в трех случаях водители скрылись с места совершения ДТП. Соответственно, в отношении них ведутся разыскные мероприятия. И одно ДТП – это наезд на лося. ДТП с пострадавшими не зарегистрировано. Выявлено 195 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции задержали шестерых пьяных водителей. Один из них – несовершеннолетний. Другой сел пьяным за руль повторно.